Игра разума В принципе думать нас особо Никто специально не учит Несмотря на то, что мы как минимум получаем Среднее образование, десять лет Сейчас одиннадцать Могучиться Специализированно думать не учит И поэтому не призвольно В принципе, исходя из каких-то особенностей Деперамента и характера Мы можем делать ошибки Вот Где-то, чего-то Как-то преувеличить Применьшать Перекосы какие-то, потому что они происходят И для нас это абсолютно незаметно Но в результате мы приходим К не очень правильным выводам Эти выводы Порождают у нас Достаточно сложные Эмоции Ну и в конце концов это очень Специфично влияет на нашу жизнь В одном из направлений Психотерапии Это когнитивно-проведническая терапия Они были выводами, хорошо описаны Они там рекомендуются для проработки И в принципе там есть свои, скажем так Инструенты, которые не только ознакомиться с ними Или как от них избавиться Да, я тоже об этом сегодня буду говорить Но вкратце, потому что не задача, так скажем Научить вас Этой терапией И вот этих паттернов больше Но 8 основных В прошлый раз мы обсудили паттерны, которые называются Фильтрация Поляризованное мышление Сверхобобщение И чтение мыслей Я уже Рассказывал об этом У нас есть возможность посмотреть об этом на видео Поэтому мы сейчас просто Те, кто Те, кто Извините В принципе Очень-очень Фильтрация Фильтрация Это Если коротко Образно объяснить Это вот знаете Есть такой феномен Может кто-то лично переживал достаточно ярко Просто То нормальное зрение Когда ты видишь только что-то одно И вот Фильтрация Это когда ты например Видишь только что-то одно В реальности Которое вокруг тебя А другое Ты замечаешь Ну например Видишь только то Что Тебя мешают А когда тебе например Говорят какие-то хорошие Приятные слова Ну Видишь То есть как бы И Естественно Что под влиянием Такого Тоннельного зрения Восприятие Ситуации С собой Ну специфично Соответствующими Последствиями Полиализованное мышление Это мышление Ничего не белое Ну вот Либо так Либо как это Есть два мнения Могут И неправильное Ну то есть Там нету Неменькой какой-то такой Аграбации Нет такого Да что Может быть Где-то посредине вообще-то Да То есть Неменькой такой Хотя 256 оттенков серого Как в прошлый раз Я сказал Человек Работающий с Арибаторами Графическими Да То есть И Это тоже В принципе Приводит к очень Большим таким Сложностям Как для того Кто Подонок Так и для тех Кто Рядом с ним Находится Да Потому что Да Общий язык Говорят Крайне Слух И То есть Либо Вот Ну если Сейчас Там Больше Женщина Либо Вот Она Чиста Как Дева Либо Проститутка То есть Двух Только Так Или Только Так И Степени Как Она Переходит Из Делан Проститутку Ну и Даже Опять Это Признаки Переводятся В другую Категорию Сверхообщение Это Выводы Которые Делаются Одного Двух Каких-то Сложившихся Обстановительств Ну там Первый Мужчина Не получилось Второй Мужчина Не получилось Все мужики Козлы В принципе Это Сверх Обобщение То есть Если Всего Один Два Три Случа Человек Повторяется То Он Делает Обобщение Касающиеся Притом Часто Да Он Вносит Совершенно Человек Чжение 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 Чжие Чжие Чжение Разные А Чжение Мы Делаем На основе Того Что А Чжение Такое Как Ты Скорее Сего Примешь Похожую А Если Нет То Будешь Жестко Ошибаться Сейчас Чуть Поподробнее Новый Паттерн Новый Четвертый И Первый Начинается Лично Самому Потому Что Это Катастрофизация Катастрофизация Когда Я Знакомился В Литературе Я вспомнил Кривой Иванова Навинду Я думаю Все видели Нотик Да Как Домагонок Махага Белый Как Кусочек То Это Если Например В бродке Какая-то Трещинка Пошла Если Там Что-то Заболела Не знаю Можно Заколола Тоже Пора Охватничек Готовится И так далее И так далее И так далее Процент Пакет Мышлений Еще И Да Вот Провокацией Таких Катастрофизаций Для Людей Которые склонны Это делать Являются Процент Процент О Судьбе Которые Заколол Заколол И Я буду говорить Корот Рецепты Они Конечно Так Очень Поверхно Надеюсь Потом Там Кстати Я провидел И Самостоятельно Нужно Рекомендуют Терапевты Оценить Вероятность То есть Какой процент Вероятности Ну Тут Сложность Нужно Поляризованное Мышление Либо Случится То есть Средний Размышлений В процент То есть Вероятность 1 То Понятно Что Ну Я думаю Все Кто боялся Летать На самолетах Пользуются Вот Этой Катастрофизацией То есть Процессионные Морские Секреты Транспорта Да Кроме Причиной Что Падает То Практически Все Погибают Ну Вот Еще Может быть Дополнительный Фактор А все Остальное В принципе Гораздо более безопасно Ну Тем не менее Паттер Паттер По глазам Загляли Что Загляли На своих близких Легла На самом себе И это Самое полезное Здесь Следующий Паттер Он Похож Сейчас Вам Важно Понять Он Называется Превалечение Но Вообще Правильно Называется Превалечение Превалечение А А вот Собственные силы И какие-то еще Ресурсы Которые Могут Это Решить Да Как-то Выйти из этой ситуации Они Наоборот Рассматриваются Как Уменьшительным Степлом То есть Совершенно У меня нет Никаких сил Невозможностей У меня тут все Вот Ну Абсолютно Я беспомощен 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 Перед этой ситуацией То есть Одно Преувеличивается Ну А второе Ну А я А вот Все И это Случится И Будет Ужасно Афротительно Жутко Невероятно И Обычная Состоянная Огреченность Возникает У того Кто пользуется Таким Патомом Если вы Человеку Который Превал Он Скорее всего И Такой Истерический Пессимист Я задумывался Когда готовился Из Мотика Вот Это вот Из Ишачекюа Из Человек Лично Глубоко Сомневаюсь Доброе Управление Доброе Доброе Управление Ну Не знаю Итак Что рекомендует В таком случае Думать И удовольствовать Свообразную Пытаться Пытаться Понять Что Проблема Не такая Большая Как Вам Привычно Воспринимать А Ваши силы Поверить И Уйти От Таких Насколько Распространен Ну Может быть Из Того Что И сам Я Таким Паттерном Привержен И Среди клиентов Часто встречается Это Персонализация Там Два основных Подразделения Начну С Одного Персонализация Человеку Кажется Что Он вышел На улицу Сюда И Вот Все Есть Тело Что Он На Привержен Повыглядит Он Не то Говорит Или Не так Поступает Он В центре Вселенной Обязательно Важно Осудить Найти Какие-то Доставки И Это Человек Обычно Он принимает На свой счет Например Может быть Такое Что Кто-то Где-то Смеется Кажется Ему Кажется На дне Сейчас Нелепо Что-то Сделали Не очень Молод Там Жена Жалуется Ну Она Жалуется Просто Ну Тяжелый День А Он Претензии Выставляет Это Персонализация И Второе Подразновимость Персонализации Вот Эта Улиминская Часто Ходит рядом Это Всегда Солнывать себя С другими Притом Не в свою Чаще всего Не в свою пользу Может быть Такое Если Человек пользуется Да А В остальном Хуже В остальном Вот А вот То И Би У Вот Это Не М sp Ну Такое М rése Это Не В М Мы И вот сейчас один клиент консультироваться начал, и он так рассказывает о себе. Но он рассказывает, что такое ничтожество. Он говорит, и я так чувствую, он его это говорит, и так как-то воспринимается, я заражаюсь его состоянием. И как бы первая консультация заканчивается, думаю, да, мне тяжело помочь. Так, вот все это самое, а следующую консультацию, он может как камеру поворачивать, ну, он через скайп идет консультацию. Я вижу ему кнопки ютубовские. За 100 тысяч и за миллион, да? Серебряная, золотая. Я говорю, ваш? Да. Вы ютубе? Да. Ну, у меня, в общем, есть канал, вот я сказал, да? У меня там 250 с чем-то подписчиков, и, в принципе, никогда больше, чем, ну, не знаю, 5 тысяч видео я не добивала, да? То есть я это знаю, насколько это сложно, насколько это вообще-то это самое, и сколько это максимально, ну, 10 миллионов максимально на время я набрал. Все, я просто сразу же этого человека убедил совершенно иначе, но он меня абсолютно перед этим переубедил, да? Что вот он действительно помнит, и что же стало, да, ну, а на самом-то деле, да, ну, пришлось. Слава Богу, я эти кнопки увидел бы это, потому что я, в принципе, не знаю. Еще в первом сроке, в конце концерта, я думаю, как, не знаю, ну, не знаю, наверное, моя реакция, я просто не мог, у меня до когнитивного диссонанса пошел, как, как ты можешь считать себя? У меня там, ну, я помню, а в остальном, а в остальном, да? В остальном, оказалось, это тоже, да, у меня не было. Да, и так далее. Вот такие два вида персонализации, может быть, да, что кажется, что все, что говорят, все смотрят, это на меня, это со мной, и это ко мне обращено. А она, это сравнение, и мне в свою пользу. Ну, и четвертое, последнее на сегодня, это тоже такая достаточно неприятная вещь, долженствование. От слова должен, долженствование. От слова должен быть, вот не так, как вы поступаете, а иначе. Нужно, чтобы было вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так, и только так. Этот человек, обычно, сам живет по таким правилам, достаточно жестким. И всех остальных он тоже выстраивает по этим правилам. То есть, его люди, которые каких-то правил, да, то есть, это вообще, в принципе, уже немножко, как бы, да, разнообразие, индивидуально никаких, там, правил не соблюдают. Они его бесят, раздражают. Он, в принципе, пытается их изменить, заставить. Ну, если уже говорить, да, так, ближе к любимым детям нашего клуба, это отношение, там, между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Мужчина должен, женщина должна. А, ну, теперь-то надо. Да. Ну, а шо ж. Ну, а шо ж. Да, ну, а шо ж. И идет такой список, да, там, то-то, 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 и, в принципе, ну, естественно, я не хочу создать воспечатление, что денег правил нет, никаких каких-то, да, и обязанностей у нас нет. Да, есть все это. Ну, а здесь это, как бы, абсолютно, да, то есть, такое требование, любое отклонение от люб, любое отклонение, там, от каких-то ценностей, от каких-то правил, ну, вот так, и метод. Вообще, конечно, эта тема, в принципе, в религиозной литике, несмотря на запреты, я все-таки сошлюсь, например, из религиозной, да, это, есть евангельская история, когда Иисус исцеляет в субботу. У нас было тогда, значит, в евреи в субботу ничего не делают. У них никто останавливался на каждом этаже, открывается дверь, закрывается, и кнопки не нажимают. То есть так далеко зашло. Ну, плема на землю, это заняется земледелье, да. Ее, в основном, которые вот этот субботу, день посвящен Богу, они ничего не делают. То есть, ну, как бы, должен быть посвящен Богу. Ну, как бы, должен быть посвящен Богу. Кого-то, они хотят в старифт. А? Скоро-то, они хотят в старифт, да. Вот, работают, ну, и там есть очень подробный, да, как бы, перечень, что считается, работают, да, то есть там, что не считается. И вот, в принципе, есть же, так вот, там, Иисус исцеляет в субботу. То есть, к нему обращаются, да, сражающий, и он его исцеляет. И, ну, как бы, ну, я так, субботу. Ну, нельзя переделать, ты же нарушаешь, как бы. И вот он там говорит слова, которые, мне кажется, сейчас объясняют, в чем же что-то, да, на сон. Это он отвечает, так, суббота для человека, или человек для субботы, да, то есть, вот, и такое, как бы, очень интересное. И, в принципе, есть множество даже произведений художественных, которые показывают этот парадокс, да, что, ну, бывает так, что, как бы, правило по правилам, но они ограничены. И, да, в некоторых правилах напрашивается исключение. И тут я расскажу тоже любимое для себя исключение, для женщины здесь присутствующие. Это когда женщина, упорно на его прелюбодеяния, должно было забить камнями. И там, ну, по еврейскому закону, я спрашивал у родителей, они говорят, он очень давно не исполняется, да, но в законе есть. Женщины, упорно на его прелюбодеяния, ну, не становится, потому что доказать сложно. Вот они на это все же. Женщины, упорно на его прелюбодеяния, нужно забить камнями. Ну, я думаю, в принципе, по них там опыту, что, ну, сексуальные еврейские женщины, их там никто бы так не притеснил, как в христианском мире, да, и не сохранил бы свою, естественно, сексуальность, тем более, восточную. Да, то есть, и, в общем, такой жестокий способ забить камнями. И вот к Иисусу приводит женщина, которая действительно прелюбодеяния, и говорит, нужно забить камнями, и он отвечает, да, но, мама же немножко не по себе, ну, да, нужно забить камнями. Такой, какой-то там, и сладкий фундаментарист, да, то есть, вот сейчас будут забивать. И, в принципе, ну, дальше он будет то, что... Семья, почему я сплатил? Семья, почему я сплатил? Там есть, правда, свои интересные юмористические продолжения, но я сейчас, как бы, чтобы не смазывать суть, да, того, что... В принципе, он поступил по закону или не по закону. Он закон нарушил. Но мы понимаем, особенно учитывая, что в христианском предании, эта женщина, это Мария Матарина, ближайший ученик, и, да, человек, который был с Иисусом до конца под крестом, она сидела, но побоявшись, когда там преследовались, и все, когда его распяли. То есть, вот, вот этот человек, да, то есть, он сказал, объявивший больше, и, в принципе, да, в ее жизни полностью премьер, сделалась одна из его учениц. Правильно поступил? Как вы думаете? Не, 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 не надо оценивать это, как правильно, неправильно, когда ящик-то забейти камнями. То есть, если вы говорили, то нужно было забить камнями, а не исполняли на тот момент еще. Вообще, то есть, когда ты не любили и не говорите? Ну, конечно, ладно. То есть, а вот, вот, ты не любил, я вообще говорю, как бы, что есть правила, и они должны исполняться. Но есть, естественно, это исключение, да, правила для людей, они сами по себе для какого-то там автономного существования. И вот в этом и есть особенность вот этого долженствования, естественно, человек, который склонен к этому паттерну, он, как бы, несмотря ни на что, нужно исполнить правила, да. И эти правила, они, как бы, и к внешнему миру, и к внутренней, ну, к самому себе часто бывает, ну, если достаточно честный человек, действительно, он и к себе применяет эти правила. То есть, он не только другими старается управлять, он и с собой старается управлять, и тогда можно зайти очень, там, очень далеко, там, я должен быть постоянно щедрым и всех любить, да, и, в принципе, у него, естественно, это не получается, и тогда, естественно, он к себе и не придет. Я должен быть идеальным любовником, идеальным мужем, идеальной женой, идеальной мамой, я должен испытывать каких-то эмоций, я не должен плакать, я для этого не должен, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И эти ограничения, они, естественно, чрезвенны, и, естественно, мешают самому этому человеку, но часто и людям, которые находятся рядом. Ну, и рецепт к этому, это быть более гибким в этих правилах, ну, для постараться, то есть, у того, у кого, может быть, есть такое склонность, да, вот эти все есть друзей рассказать, как пример того, что правила тоже ограничены, и стараться, как бы, понимать, там даже задание дается такое вот, вот у вас такое правило, ну, если конкретно у человека обнаружено, это такое жесткое правило, ну, не какие есть причины, а лучше больше, он человек логически старается найти, она в этом случае, она не действует, в этом случае она не действует, как вспомнилось, на рассказного другого, учившегося на лекции в Институте Полтавском, единственная причина для опоздания на лекцию, может быть, например, такую паузу сделал, только смерть, да, вот, в принципе, ну, здесь, ну, да, вы сеть. О, да, смерть именно по стране, а таких целей освобождает. Да, да, надо быть. И обычно те, кто пользуются должностованием, они не часто склонны ссылаться на какой-то высший авторитет, ну, да, там, да, на религиозные правила, потому что, в принципе, тогда он должен ссылаться, что я так думаю, да, да, вот, это, в принципе, не очень бедительно звучит, но, а если уж не так думаю, что, может быть, ты можешь извинить свою позицию. Вот, все четыре, которые я хотел сегодня рассказать, нагодные вам, да, то есть это все восемь уже вместе, да, может быть, когда захочется... Да, все восемь, да, мы на них не кратко останавливались, то их помнят, подробно, я могу помнить. Это фильтрация, это когда мы видим, воспринимаем только, только вот эти какие-то данные моменты, я остановлю их, вот, просто не замечаю. Они есть, но не замечаю, не склонны, не склонны, не замечаю. Это поляризованное мышление, когда то, либо так, либо так, да. Смотри, да, будешь всегда прав, пункт второй, если будешь не прав, читай пункт первый, и только так, да. Сфера подобщения, к этому мы будем, смотрим, недостаточно, действительно. Вот примеров и причин, чтение чушьих мыслей, когда мы решаем, что не способны понять, даже мы получше дебилового, о чем мы думаем, да. Катастрофизация, видеть, во-первых, мы бывших каких-то событиях, уже развитих, приемлем катастрофы. Преувеличение и преувеличение проблем, преувеличение ресурсов и сил, собственно. Персонализация, все вокруг меня и я со всеми сравниваю, но, скорее всего, они лучше и хуже. Долженствование – это то, что все люди должны жить по правилам. И, кстати, чаще всего это звучит «по моим правилам». Потому что какие еще могут быть правила? Они какие-то такие общие. Такие правила сами по себе существуют, как единственный правиль. Интересно было? Да, спасибо.